Друзья, и снова всем привет! Подписчица моего канала Елена отправила мне снимок с экрана в мою группу ВКонтакте. Значит, человек пытается прослушать музыку через ВКонтакте, но появляется вот такое вот сообщение. Аудиозапись недоступна. Так решил музыкант или его представитель. Я нашел подробную информацию для вас. Сейчас вам ее зачитаю, а вы внимательно послушайте. Есть очень классный сайт, ссылку на который оставлю в описании, вход.ру. И на этом сайте есть подробная информация от и до, почему появляется такое сообщение. Аудиозапись недоступна ВКонтакте. Сообщение аудиозапись недоступна в ВК всегда связано с правообладателем этой песни, музыки, трека. Обычно это звукозаписывающая компания, с которой музыкант или его наследники подписали контракт. Именно правообладатель решает, будет ли доступна для прослушивания ВК конкретная музыка правами, на которую он владеет. Есть также особенности, связанные с платной подпиской на музыку к сервис Бум. Аудиозапись недоступна. Так решил музыкант или его представитель. Другой вариант сообщения об ошибке. Аудиозапись недоступна по решению артиста или правообладателя. Вот основные причины. Аудиозапись доступна только по подписке. Обычно сообщение аудиозапись недоступно означает, что данная аудиозапись доступна только по платной подписке на музыку Бум. ВК заключил договор с правообладателем, согласно которому правообладатель получает деньги за то, что пользователь ВК слушает его музыку. Эти деньги ВК собирает именно на подписке. Не случайно к сообщению о недоступности аудиозаписи есть приписка «Так решил музыкант или его представитель». Это не ВК хочет от тебя денег, а сам музыкант или его наследники. Но сначала ВК должен взять эти деньги у тебя. Если бы музыкант не хотел зарабатывать, он разрешил бы всем слушать свои произведения бесплатно, в том числе в ВК. аудиозапись недоступна для бесплатного прослушивания, отображается бледным шрифтом. Те, у кого подписка есть, видят ее нормальное, могут слушать. Бывает, что через мобильное приложение трек недоступен, а с компьютера доступен. Это тоже связано с отсутствием подписки. С точки зрения бизнеса выгоднее ограничить прослушивание музыки с телефона. Если не получается послушать трек через приложение ВК, попробуй сделать это через полную версию сайта на компьютере или через мобильную на телефоне, однако и там он может быть недоступен. Иногда бывает, что в поиске по музыке ВК находятся несколько экземпляров одного и того же произведения. Некоторые из них могут оказаться доступными для бесплатного прослушивания. Если эти советы не помогли, то придется оформить подписку или поискать данного исполнителя на другом музыкальном сервисе. Аудиозапись вообще недоступна ВК. Аудиозапись может быть недоступной при наличии подписки, потому что не все правообладатели сотрудничают с ВК. Они могут запрещать размещение там своих записей. Это закон, который ВК обязан исполнять. Может возникать ситуация, когда ты заплатил деньги, у тебя есть подписка на музыку ВК, бум, но какие-то конкретные аудиозаписи все равно не можешь прослушать. Проблема в том, что сам музыкант или тот, кому он передал права, не разрешили ВК предоставлять тебе эту музыку. Недоступна может быть лишь часть песен. Все зависит от того, какой список треков правообладатель потребовал убрать. По конкретным аудиозаписям, которые тебя интересуют, можно уточнить в поддержке ВК, но придется запастись терпением в ожидании ответа. Глюки. Если вся музыка ВК стала недоступна на телефоне, попробуй перезагрузить телефон или выключить и включить. Смотри также советы нашего решателя проблем. Во многих непонятных ситуациях они помогают. Ссылочку на этот замечательный сайт я оставлю в описании под этим видеороликом, а также в первом закрепленном комментарии. На этом сайте очень много различных вопросов, связанных с контакт и с другими социальными сетями. Поэтому переходите и смотрите нужную для вас информацию. Это не реклама этого сайта, это просто мой личный отзыв. Ребята молодцы, создали такой сайт, где можно найти очень много ответов на совершенно различные вопросы, связанные с социальными сетями. Но если у вас возникают какие-то вопросы именно ко мне, так как канал по компьютерной и телефонной тематике, то обязательно подпишитесь, давайте вместе с вами дружить и задавайте свои вопросы напрямую мне, как их можно задать. Есть несколько вариантов. Самый классный способ, конечно же, это написать свой вопрос под конкретным видеороликом. Допустим, вы посмотрели видео «Утерян доступ к номеру телефона и почте». Это видео про Facebook. Желательно, ребят, под этот видеоролик писать вопросы, так как многие подписчики могут написать вопрос по Facebook, допустим, под видеоролик «Как перезагрузить роутер». Поэтому желательно писать именно под этим видеороликом. Дальше. Это самый классный способ написать мне комментарии. Второй вариант это, конечно же, обратите внимание на вот эти вот соцсети. Вот они расположены в шапке канала. Здесь есть ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Можете написать мне социальную сеть, если есть у вас какой-то вопрос. То есть нажимаем на иконочку и вас перебрасывают в социальную сеть. А также в разделе «О канале» есть активные ссылки. Вы можете перейти в раздел «О канале», выбрать нужную соцсети, вас перебросят ко мне в мои личные группы в социальных сетях. По поводу ВКонтакте, у меня есть также отдельные видео. Давайте сейчас я через поиск наберу ВКонтакте и посмотрите, какие у меня видосы есть на этот счет. Значит, когда были события в Украине политические, то там была блокировка ВКонтакте «Одноклассники». Не знаю сейчас, если там блокировка или нет, но я выпускал ряд видеороликов, как разблокировать ВКонтакте на территории Украины, а также на территории Белоруссии. Там тоже была блокировка через мобильный телефон, через планшет или через компьютер. Обязательно посмотрите телеролики, если для вас информация важна на данный момент. Дальше, как восстанавливать доступ ВКонтакте? У меня есть отдельный плейлист. Заходите в него и, возможно, вы найдете для себя какие-то полезные видеоролики, связанные с этой социальной сетью. А также у меня есть Одноклассники, Facebook и много других вопросов по социальным сетям, по интернет-сайтам, а также вопросы, связанные с компьютерами, с ноутбуками, с планшетами, со смартфонами. Если что-то происходит с вашим устройством, не стесняйтесь всегда мне задавайте этот вопрос. Я для вас предоставлю личный видеоответ персональный, как только что я сделал это для подписчицы Елены, которая мне часто пишет группу ВКонтакте, задает различные вопросы, мы с ней ведем активную переписку. Я ей помогаю в решении тех или иных проблем. Поэтому пишите, не стесняйтесь, чем смогу, тем помогу. А на этом все. Оформляем подписочку на канал. Если понравилось видео, ставим свою оценку. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.